Дорогие, сказать братья и сестры, наверное, будет не совсем правильно. Сегодня я хотел бы обратиться к тем, кто постарше, к пожилым людям, к поколению моих родителей, к тем, кто сегодня оказывается в большей степени уязвимым и беззащитным перед той болезнью, которая пришла и в Россию. Здесь, в Мадриде, в Испании, мы жили привычной размеренной жизнью до последнего времени. Мы что-то читали об эпидемии в Китае. Ну, что скажешь, Китай далеко. Затем болезнь пришла и в соседнюю Италию, и не успели мы осознать приближающуюся опасность, как буквально за несколько дней волна этой болезни накрыла и Испанию. И сегодня в Мадриде не справляются со своей работой не только медики, не только медсестры, но и даже похоронные службы. Совсем недалеко, буквально в пяти минутах езды от нашего храма, в Ледовом дворце, устроен морг для тех людей, которых не успевают хоронить. Я хочу вам сказать о том, что мы вас любим, и мы любим, когда вы приходите в наши храмы. Но если вы окажетесь в Москве или в Петербурге, или в других крупных городах в Ледовом дворце, то пусть вы окажетесь там как зрители хорошего концерта, интересного выступления, но не в том качестве, в котором оказываются те жители Мадрида, которых победила болезнь. Пожалуйста, поберегите себя, пожалуйста, побудьте дома. И если в какой-то момент вы почувствуете себя виноватыми в том, что вы не в храме, не за богослужением, тогда, когда вы привыкли, если вы услышите внутри себя голос, который будет вам говорить, «Ну что же ты, неужели ты слабак? Неужели у тебя не хватает веры, чтобы прийти в храм? Неужели ты боишься болезни?» То вспомните о том, что иногда и дар Божий, иногда и дар веры может быть для человека искусителем. Вспомните о том, как сам Христос был возведен на крыло Иерусалимского храма, когда тот же самый голос призывал его положиться на Бога, сделать шаг вперед и прыгнуть. Вспомните о житии преподобной Марии Египетской, которую мы будем читать в храмах совсем скоро, о том обычае, который существовал среди монахов, монастыря, где жил Зосима, когда на протяжении 40 дней Великого Поста они уходили из монастыря, у них не было общей молитвы, у них не было общего богослужения. Каждый оставался наедине с Богом и самим собой, и лишь в день вербного воскресения они вместе собирались в монастыре для того, чтобы встретить Страстную Седмицу и Пасху. Пасха придет совсем скоро, но сможем ли мы совершать богослужения в наших храмах? Будем ли мы достаточно здоровыми для того, чтобы прийти в храм? Увидели ли мы в храме тех людей, которых мы хотели бы поздравить со светлым праздником? Это зависит не от властей, это зависит от каждого из нас. Поэтому, пожалуйста, побережем друг друга, побережем здоровье и ближних, и самого себя, для того, чтобы когда придет День Светлого Христового Воскресения, все мы могли собраться в храме и обратить друг друга и услышать самые важные и самые радостные в мире слова.